Папочка, все снес? Ну, все? Три-четыре. Всем привет! Вот и наступают рождественские праздники. В Европе, например, во всяком случае уже 24 числа завтра будут праздновать Рождество Христово. Ну, мы сейчас не в Европе, но какая разница, когда праздновать Рождество. Мы решили снять такое небольшое поздравительное видео для вас и вместе с вами приготовить одно, может быть, даже рождественское блюдо. Просто у нас осталась тыковка еще с жатвой, такая сочная, спелая, и мы сейчас сделаем что-то очень вкусненькое. А готовить будем не одни. С нами сегодня будет один гость, это эксперт по готовке Леон. Привет всем! У нас сегодня есть снег, он выпал из улицы, но мы можем всех поздравлять. А еще мы что будем сейчас делать? Готовить очень рождественное блюдо. Рождественское, да? Да. Рецепт совсем не сложный, он очень простой, но суть в этом видео не только в готовке, а просто в такой атмосферке, которую мы создали, в общении нашем. Тем более с нами еще тут присутствует один гость, это Новин, наш второй сын. Он будет тоже нашим экспертом-дегустатором, да? Что не менее важно. А пока мы будем готовить, тем временем мы будем, конечно же, не только общаться и задавать некоторые вопросы Леону. Какие вопросы он не знает, и мы сами не знаем. Так что, если вам нравится эта идея, то ставьте уже заранее пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал, кто не подписан. Лайк, подписка. Так, для начала нам нужно взять половинку тыквы и смазать ее чем? Кремом. Каким? Что у нас здесь на столе есть? Да посмотри, что у нас есть на столе. Чем можно помазать? Медом. Медом. Будешь мазать? Ага. Давай, смотри, я возьму вот так вот ложку, а ты давай начинай мазать. Прям внутри тыковку мажь. Давай, а ты пока будешь мазать, мы тебе зададим один вопрос. Ты сказал, что мы будем готовить рождественское блюдо. Почему рождественское? Потому что мы готовимся к Рождеству. Ага. А можешь тогда объяснить, а что такое Рождество? Рождество – это когда Дед Мороз дает подарки всем детям. Это же Новый год. Это Новый год. А Рождество? Рождество – это день рождения Иисуса. А, день рождения Иисуса. Значит, он родился? Да? На Яслях. В Яслях родился? Да. А где? В Фифриении. Молодец. Какие познания. А кто к нему в гости пришел? Мария и Иосиф. Мария его родила вообще-то? Да. А в гости кто пришел? М. Люди. А какие это люди были? Ученики. Пастухи, да? Да, пастухи. И еще кто? Еще. Такие с верблюдом. Там у них еще подарки были. Мудрецы. О, молодец. А знаешь, как их еще называют, Леон? Нет. Волхвы. Волхвы. Давай, пока мы с тобой мажем, папа у нас будет ломать орешки. О, а я уже подумал, неужели я так буду сидеть для массовки? Можно их так крошить и вот так сыпать. Хорошо. Мне вот интересно больше узнать, что бы ты хотел себе на Рождество? Какой подарок? Это интересный вопрос. А то родители не знают. А то мы тут за тебя выбираем. А я знаю. Я хотел выбирать. Я хочу, чтобы мне подарили робота. О, робота? А какого робота? С полетом, в котором он крутится, остановится больше, а потом маленький. А где ты такого видел? Мне это такое приснилось. Ого. Леона, представь себе, у тебя есть такая возможность подарить что-нибудь Иисусу. Что бы это было? Вафлейзуфлей. Мягкую игрушку. Краски и цветы. Понятно, друзья, да? Это была отсылка к пенсингу Рождественскому, где пел Леон, да? Что же подарить мне? Иисус тебе. Может, шоколадку? Вафлей, суфле. Мягкую игрушку. Краски и цветы. Новую рубашку. Что же хочешь ты? Если свое сердце ты подаришь мне, да? Да. Иисусу надо наше послушное сердце, правда? Да. Леон, смотри, что это у нас тут? Орешки. Орешки вон папа крошит. А это семечки. Семечки. Будешь сыпать семечки повсюду? А там это все? Да не обязательно. Вот можно по вот этой части вверх. Вот тут красные семечки. Это ты хочешь? Давай. Надо ему что-нибудь дать? Наградик можно ему дать. Отделаем. Вон он. Так, я отлучаюсь. Так, я прихожу. Вот тут по краешку тоже кроши семечки. Так, это тебе. Давай я тебе посажу. Так, а мама сделает вот так. Это будет очень вкусно. Ой, смотри. Что это? Миноградик. Эту тыковку мы потом будем запекать в духовке. Она у нас уже нагревается. Получается. Прикольно выходит. Давай ему еще дам. На, держи. Можно уже, наверное, на ручки взять. Мама, неплохо. Ну да. Слушай, я давай его возьму на ручки. И вообще у меня вопрос. А есть название вот этому всему, что мы делаем сейчас? Конечно. Да. Тыква. Духовки. С медом и орешками. Все так просто. Ой, все, к нам присоединился. На рождественском столе, я думаю, будет очень красиво смотреться. Такая запеченная тыква. Я думаю, у многих она еще, наверное, осталась с жатвы. Так что повторяйте рецептик и отмечайте нас, хотелось сказать. Пишите, короче, комментарии, как у вас получилось. Ну что, можно ставить в духовку? Ага. А то медик уже начал подтекать. В общем, мы уже поставили тыкву в духовку. А пока мы немножко пообщаемся. И, кстати, мы налили себе очень вкусный чай. Какой, кстати? Облепиховый. Я же говорил вкусный. У нас сегодня оранжевое настроение. Облепиховый чай тыквенный. У меня украли микрофон. Десерт. Ах ты, новенький. Мандаринки. Все такое оранжевое у нас, да? А что еще оранжевое бывает? Оранжевое тыкве. Пилочек, у меня вот еще к тебе один вопрос. Скажи, что бы ты хотел всем нам пожелать в эти праздники? Любви. Ага. Угу. Еще что? Сердце. Любви и сердце. Угу. Угу. Чтобы сердце стучалось, да? Да. Это важно. В общем, здоровья, грубо говоря. Да. Здоровья, да? Угу. А еще что пожелаешь? Еще пожелаю вам любичного вида. А я вас люблю. Это самое прекрасное пожелание. Так что Леончик молодец, правильно сказал. А знаете, вот у меня появилась идея. Вот мы сейчас с Танюшей задаем вопросы Леончику. А вот как смотрите, чтобы мы сделали видео, где мы будем задавать вопросы Леончику, но вопросы придумайте для него вы. Такое мини-интервью для Леончика. Ты согласен? Ага. Так что пишите список вопросов, и мы выберем где-то, наверное, 10, топ-10 вопросов, которые мы обязательно зададим Леону, и это все снимем. А сейчас, Леон, я хотела тебя кое о чем спросить. Что тебе больше всего нравится в праздники? Рождественские, новогодние? Нравится снег и рождественные. Мама! И снег, и тоже елку. Елка. Рождественные. А как же подарки? Да. Подарки тоже нравятся. Да. Тоже нравится. Подожди, я сейчас тоже возьму. Ммм, как здорово. Я люблю подарки. Да. А что помните, такой шоколадный фемотан? Ты чего улыбаешься? Он такой. О, лафлю меня выхватил. А ему можно? Ого, мы с ним обменялись. Марио мне дал кусочек сжатого мандарина. Он оттуда все высосал. Вообще. Леон, а зачем? Христос родился. Чтоб он родился. Логично. Родился, чтоб родиться. Да? Да. Леончик, а знаешь, какой сейчас год? Угу. Какой? Рождество. Ну, это праздник. А год сейчас 2022. Так вот, ты знаешь, что отсчет годов пошел именно от Рождества Христа, когда он родился? Угу. И это, на самом деле, очень особенное событие, раз уже с того момента начали считать время. А знаешь, почему все-таки? Знаю. А почему? Значит, надо говорить, не знаю. А почему? Потому что... Потому что... Потому что... Потому что... Потому что... Потому что... Почему? Не знаю. Вот смотри, весь этот мир, он сейчас находится возле. И очень много греха вокруг. И Иисус, он как раз для этого и родился, чтобы людей освободить от грехов. Представляешь? Представляю. А у тебя есть грехи? У-у-у. Нету? Да, нету. Так что, не грешник? Да, не грешник. Не капельки? Не капельки. То есть, ты хочешь сказать, что ты всегда-всегда послушный у нас, да? Да. А кто тогда грешник? Шатана. Ого! Леон, ну, сатана – это самое большое зло в мире. А грешник – это каждый человечек. Все грешники. Только Христос без греха. Ага. Значит, ты грешник? Нет. И послушный. И не грешник. Вот так вот. Но на самом деле, Леон, все люди грешники, и ты тоже. И поэтому Христос умер за нас на кресте. Поэтому это событие, когда он родился, очень важное. Настолько важное, что вот даже люди считают года именно с того момента. Понял? Понял. Ты грешник? Скажи «да». Да. Громко. Да. Вот видите, он сказал «да». Но потом из-за «нет». Но потом из-за «нет». Мы новинчика отдали могули с дедулей, чтобы он не отвлекал нас. И что хотели сказать? Леончик уже многое что сказал на самом деле. И сказал за нас. И даже пожелание было. Я думаю, что нам тоже, Танюша, с тобой стоит что-то сказать и пожелать нашим дорогим зрителям. Тем более, вот сейчас такие предстоящие дни, праздники. Поздравляем вас с Рождеством Христовым, с наступающим Новым Годом. И хотим вам пожелать много-много счастья, чтобы в это Рождество и в этот Новый Год Христос для вас открыл себя по-новому. И чтобы вы подружились с Ним еще ближе. Присоединяюсь к этим словам и также хочу пожелать такого самого глубокого качества, которое прям очень-очень в дефиците. Это искренность. Как-то на одном из наших видео звучала такая мысль, что человек, он может даже заблуждаться, но если он искренний, то это ему сочтется. Потому что Бог, он с искренними, всегда поступает искренно. Ты согласен? Согласен. Ну что, посмотрим нашу тыковку? Давай. Ну, друзья, у нас блюдо готово. Мы его покрыли, так что мы уже начали его кушать. Сейчас начнем пробовать. Пеклась тыква очень долго, мы решили, пусть лучше перепечется, чем не допечется. Все-таки слой там толстый. Мы уже успели и котлетки приготовить, и поели, поужинали. А сейчас вот попробуем, что у нас вышло. Мама! Очень вкусно. Прикольно. Орешки с медом, это нечто. И тыква очень-очень вкусно приготовлена, так нежно. Да. У нас, конечно, все без пропорций и температур, но у нас стояла тыква где-то на 200 градусов больше часа. По интуиции проверяли ее ножом, чтобы она была мягкая. А вам вкусно такое пробовать? Да, попробуйся, да. Конечно, хоть тыква и сладкая, но все равно с медом очень интересное сочетание, да. Как будто разный уровень сладости у тебя происходит во рту. И еще эти орешки, их аромат, в общем, очень астетично, да. Вот честно, хочется использовать эту тыкву как большую тарелку, и есть вот все вот это. Это сироп с орешками. Это как во Польше есть такое блюдо, как называлось, жулик. И там получается суп, который в хлебе. А здесь что-то типа того, только не суп. В общем, друзья, мы вам советуем экспериментируйте, делайте такое, это очень здорово. Даже если у вас, допустим, не получится, как вы хотели, но самое главное, это процесс. Вот процесс с семьей, когда вы это все делаете вместе, и это очень здорово. Как тебе блюдо? Классно. Лайчочек? Ага. Подписка, лайк, подписка, лайк. Ленчик, а тебе что больше понравилось, кушать или готовить? Готовить. Вот это поворот. А кушать не вкусно было? Вкусно было. Просто нравится процесс, да, готовки? Да. Ну, что и требовалось доказать. О чем мы и говорили выше, да. Ну и, конечно же, еще раз хотим всех поздравить с наступающим Рождеством, Новым Годом и опять Рождеством, и что там еще будет. И сказать вам спасибо за просмотр этого видео. Мы были рады пообщаться с вами в таком формате. Если он вам зашел, то, конечно же, вы знаете, что делать, мы уже об этом говорили не раз. И, конечно, напоминаем вам, что вы можете задавать вопросы для нашего Ленчика, который с радостью, с радостью на них ответит. Да? Да. А теперь наше традиционное прощание. С вами были... Илюшина. Танюша. И Малышин Рон. И помните... Мы вас... Очень любим. Пока-пока. Любим. Да-да-да. Да, любим. Пока-пока. Пока. А теперь помотали. Пока. Давай обнимемся, семейка. Да. Сейчас. Вот так. Вот так и вот так сделаем. Подожди, ложку, чтобы лицо не закрывать. Вот как-то вот так, да? О! О! Обложка для этого видео. Да, я сижу, позирую. Еще раз позернем. Давай еще раз, давай, второй раз. На всякий пожарный, чтобы вот... А куда смотрим? А, на объектив, на объектив. Все? Отлично? Все, подложка готова. Скоро, сделаем все. Мы ее уже видели в начале. Пойдемте. Мыть посуду. Или еще по чайку. О, давай. С тыковкой.